Пробует собрать свой, именной хронометр, чтобы разгадать секрет его уникального хода. А знает его только он. Единственный в России сборщик таких приборов. Василий Семёнович Новиков. Здравствуйте, Василий Семёнович. Профессия мастера родилась в середине 18 века, когда англичанин Гаррисон изобрёл первый морской хронометр. Особо точные механические часы. На ход часов не влияют ни температура, ни вибрация, ни тяга заводной пружины. На корабле они хранят время начального меридиана, что необходимо для определения географической долготы. Конечно, уже существует спутниковая навигация, но молодых капитанов по-прежнему учат обходиться приборами, которые работают автономно в любой ситуации. В 1948-м хронометры начали делать в Москве. Здесь, на первом государственном часовом заводе имени Кирова. Сейчас мы его знаем под именем «Полёт». Одним из первых хронометры стал собирать и испытывать молодой мастер Новиков. С тех пор каждое утро, 60 лет подряд, он садится за свой рабочий стол, расставляет инструменты и собирает их. Вечно тикающие приборы. Не надоело, Василий Семёнович? Нет, у меня очень много разных было. Разные хронометры – это не только морской, ещё и авиационный, настольный. Ну разве может, какая машина, заменить заботливую ручную сборку? Да и точность хода часов нужно чувствовать буквально на слух и на глаз. Василий Семёнович по тиканью может оценить, спешат они или опаздывают. Вот кто привык работать, он чувствует совершенно спокойно. И эта точность – требование не столько ОТК, сколько суровых условий, в которых хронометрам предстоит служить. Ведь ошибка хода всего в одну секунду означает отклонение корабля от курса на целых 400 метров. Между прочим, по новиковским приборам, кроме российских, ходят суда Италии, Германии, Финляндии, Японии, Америки. Наш прибор будет щеголять 15-ю рубиновыми камнями и натуральным алмазом в опоре баланса. А многие детали делают только из золота. Другой металл просто позеленеет в море. Но вот зачем потом дорогие морские часы морозят и нагревают? Кажется, мы приближаемся к разгадке секрета хронометра. Я постоянно делал регулировку хронометра. Для того, чтобы они получились более точные, ставим в печку. Печка снимает напряжение и дает им более стабильную форму. Оказывается, так хронометр проходит температурную проверку. Ведь ему предстоит служить и в южных широтах, и в Арктике. Новиков аккуратно фиксирует реакцию прибора на холод и тепло, а потом регулирует ход часов, сводя отставание или опережение к нулю. Осталось огородить прибор от механических воздействий. Новиков закрепляет наш хронометр в корпусе на карданном, то есть подвижном подвесе. Так часы всегда останутся в горизонтальном положении, и не страшна им будет даже самая сильная морская качка. И теперь в рабочем состоянии хронометр запущен, установлено время, можно им пользоваться. И это мастер произносил 15 тысяч раз. Именно столько хронометров он собрал и испытал за 60 лет. Только эти точные и прочные приборы ждет другая опасность. Василий Семенович Новиков – последний в России сборщик хронометров.